К нам присоединяется директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев. Питер, рады приветствовать. Как завжды, как всегда рад вас видеть, друзья. Взаимно, взаимно. Питер, скажите, пожалуйста, а есть ли в Соединенных Штатах Америки те силы, которые действительно заинтересованы в замораживании конфликта, войны, развязанной Российской Федерацией против Украины? Если есть, кто эти силы? Знаете, как бы парадоксально не звучало, но вот мы комментируем сейчас в очередной раз очень активно заявление уже почти ста летнего. Генри Киссинджера, ветерана мировой дипломатии, динозавра, я даже сказал, который вот в очередном интервью в журнал «Экономист», восьмичасовому интервью опять начал предлагать разные формулы мира. Наши СМИ сконфлировались на том факте, что он сам признался, что поменял свою позицию по поводу членства Украины в НАТО, сказал, что по факту Украина уже должна считаться членом НАТО. Сосался на том, что Украина, учитывая, как она сейчас оснащена оружием, вооружена и насколько сильна у нее армия, просто вне НАТО будет очень опасным таким европейским игроком. И вот все украинские СМИ сконфлировались на этой цитате. При этом, знаете, пуская, или, по крайней мере, особенно не концентрируясь на том, что он сказал, по сути, что российским будет Севастополь, как данность. И Россия будет недовольна, он сказал. А потом он сказал, что и Украина будет недовольна. Поэтому Украине нужно вот скомпенсировать это членство в НАТО. То есть, по сути, он продолжает свою риторику с самого начала войны. Он, вы помните, говорил, что территориальные уступки, они неизбежны. И я думаю, что этот разговор о российском Севастополе, к сожалению, это и есть выражение вот этой части американского политикума. Разумеется, это еще и добрая часть республиканской партии, хотя далеко не все и далеко не самые, знаете, авторитетные и самые умные республиканцы. Тем не менее, да, есть такое желание, возможно, корейского сценария, вызывайте это так, если хотите, но вот после этого же контрнаступления уже посмотреть, что получилось отвоевать Украины и уже на основании этих территориальных совоеваний начать разговоры, по сути, о замораживании конфликта, если не получится завершить его мирным договором. Питер, вот цитата, да, Украину нужно принять в НАТО для безопасности Европы. А кому был этот сигнал Киссингера? Видно, есть какая-то группа людей, не очень большая, кому именно этот сигнал был адресован. Ну да, во-первых, это, разумеется, это адресован сигнал той части республиканской партии, обструкционистской, которая будет похуже Киссингера. Тут я говорю сейчас про часто вспоминаемые мною имена Мэтт Гейтс, Маджери Тейлор Грин, Диджей Вэнс, сенатор из новоиспеченной сенатора штата Охайо и, разумеется, Дональд Трамп. Вот это вот плеяда республиканцев, они не только не желают слышать о победе в Украине и о членстве Украины в НАТО, они вообще, дай их волю, расформировали бы НАТО и сделали все за Путина своими же руками. То есть это, по сути, пятая колонна внутри самой большой либеральной демократии. Это, я считаю, инородный продукт, хотя это все американские политики и такая традиция, в принципе, есть. Она достаточно маргинальная позиция, такая позиция изоляционизма, да, то есть, и, может быть, даже заигрывания с авторитарными лидерами. Поэтому это сигнал, разумеется, этим республиканцам, учитывая, что, по сути, и Дхенри Китсинджер, он, вы помните, служил именно республиканскому президенту Ричарду Никсону, поэтому он имеет до сих пор, несмотря на свой прикольный возраст, это влияние на, собственно, эту публику. Ну и, разумеется, к его голосу прислушиваются и европейцы, да, европейцы, которые тоже продолжают сомневаться, продолжают оттягивать этот, знаете, момент истины и признать, что Украина должна стать члена НАТО, что это просто вопрос времени и, желательно, быстрого времени. Мы помним роль Виктора Орбана, премьера Венгрии, который играет, опять-таки, роль пятой колонны уже на европейском направлении. И вот, знаете, речь же идет о том, что это консенсусная организация НАТО, и хватает голоса одного лишь члена, такого как Венгрия, чтобы вообще заблокировать перспективы Украины членства. Поэтому этот месседж, в принципе, для нас более-менее понятен и полезен. Со Севастополем, я думаю, надо разобраться, но в целом это важное заявление и не только в контексте G7, которое сейчас происходит в Хиросиме, но и, разумеется, предстоящего памятного НАТО в Вильнюсе. Мы, конечно же, еще поговорим о G7, это обязательно, это тема номер один сегодняшнего дня, но я хотела бы еще уточнить касаемо заявления Киссинджера, потому что если мы опираемся на статью за иконами, то они указали, они так и цитируют, два скачка. Первый мы проговорили, это Украина в НАТО, а вот второй, чтобы Европа организовала сближение с Россией как способ создания стабильной восточной границы. Вот это сближение Европы с Россией. Не может ли быть попыткой как-нибудь снять санкции, смягчить отношения к Российской Федерации? И вот, как говорил один известный политик, политика между капель. Вы знаете, Генрия Кисича тут не является исключением, знаете, целой такой плеяды think tank'ов, вашингтонских, которых, если напрямую нельзя, обличить сейчас, по крайней мере, знаете, в 23-м году в получении денег от Российской Федерации, по тому, как это происходит в той же Германии, где бывший канцлер Герхард Шрёдер просто открыто получал взятки, получал взятки многие годы, учитывая, что он был главой Совета Учредителя Роснефти. То есть это была открытая, абсолютно неприкрытая, огромная, многомиллионная взятка. Это в Америке, особенно в контексте этой войны сейчас, невозможно. И тем не менее, давно будет подозрение насчет того, что вот Янвик Кисич, прежде всего, позиции realpolitik, это немецкий термин, такой, знаете, циничный и прагматичный подход к политике, к геополитике, что вот он во многом, что называется, носит воду за русских, так, carrying war, есть такое выражение в английском языке, то есть исполняет такие грязные задания Российской Федерации, озвучивает разные тезы выгодные Российской Федерации. И то, что вы сказали по поводу сближения России и Европы, важный момент тут, то, что он не сказал, какой Россий на какой отрезке ее развития. Имел ли он в виду постпутинской Россией? Или он имел в виду Россию с Путиным? Не переформатированной Россией, не распавшейся Россией, да? Россия с демократической конституцией, Россия, которая отпустила на волю всех своих политзаключенных и выплатила Украине сотни миллиардов репараций за причиненный ущерб украинской экономике. Вот тот факт, что он это опустил, указывает на то, что не все так просто со стариной Генри Киссинджером. Опять же, не сказал Российская Федерация, а сказал Россия. Да, ну посмотрим, действительно, возможно, следует читать между строк, просто пока неразборчивым текстом написано. Окей, важная тема, саммит G7, большой семерки, который проходит сейчас в Японии. Там, среди прочего, среди других мировых лидеров находится президент Украины Владимир Зеленский. Чего, как считаете, ожидать, основываясь на коммунике, который уже опубликован, основываясь на тех темах, которые обсуждали, и в частности, темы войны развязанной России против Украины? Ну, эти, знаете, уже прозвучали. Во-первых, знаете, не только этот коммунике, не только официальное вступление Америки в коалицию F-16, своего же самолета, знаете, то есть сначала речь была о формуле Америка не препятствует решению той же Голландии дать Украине эти истребители. Теперь Америка уже официально готова войти в эту коалицию, и полным ходом начинается обучение украинских пилотов. Это очень важное заявление, может быть, не в контексте предстоящего контрнаступления, потому что, скорее всего, к этому не успеют, но речь идет о дальнейших контрнаступлениях, речь идет о вообще всей архитектуре безопасности для Украины уже после ее победы. И в контексте, я очень надеюсь, совсем в ближнем будущем членства Украины в НАТО. Также целый ряд досторонних санкций, то есть не только коллективные санкции, тут речь идет об ограничении всех компонентов и всей технологии, которая может России позволить продолжать эту войну и производить оружие, но и в индивидуальном порядке Австралия, Канада, Великобритания объявили о новых пакетах санкций, в том числе те, которые ограничивают российский экспорт алмазов и золота, что тоже, собственно, очень важно. Ну и, разумеется, это очень важно с точки зрения сигнализирования. Путин спит и видит, что Запад развалится в плане поддержки Украины. Вот каждый раз вот такие встречи, послать Путину сигнал, что нет, мы сгибаем до конца. И тут в этом также очень важно само место проведения, что это Япония, а это Хиросима, разумеется. Тут очевиден символизм этого, кроме того, что это родина нынешнего премьера японского, это город, который пострадал от первого применения ядерного оружия. И это также, разумеется, это сигнал Китаю, что давайте, ребята, быть на стороне победителей, на стороне добра и правды. Попытка все-таки убедить Китай начать более активно действовать по направлению Москвы, потому что Запад продолжает верить в то, что в Китае и у Си Цзиньпиня есть возможность как ни у какого другого лидера в мире повлиять на Владимира Путина. Это открытый вопрос, но то, что у него это влияние больше, чем у кого-либо, это, само собой, разумеется. Ну и очень важно, знаете, тут тоже, возвращаясь к теме выступления Генри Киссинджера, также тут интересно заметить, что, опять-таки, не случайно, что это все происходит в Хиросиме и в Японии, потому что, как сказал Киссинджер, я с ним согласен, в результате всей этой складывающейся системы, не хочу говорить безопасности, а небезопасности, особенно учитывая игру КНДР и роль, которую играет КНДР, не только по отношению к России и Украине, когда он дает оружие России, но и остальные провокации против Японии, что в ближайшем будущем мы можем увидеть откат, собственно, и отказ Японии от своей пацифистской конституции в пользу ядерного оружия. Это просто сейсмический будет, сейсмический феномен решения, потому что это полностью, разумеется, перекраивает карту безопасности всего региона и является непосредственным результатом российской войны против Украины. Все, абсолютно все, коллективно, от всех точек планеты чувствуют себя намного менее безопасно из-за развязанной Путиным войны. Встреча с Байденом в рамках саммита G7. Чего от нее ожидать? Что должно произойти на этой встрече? Какие вопросы могут обсуждаться открыто, а какие за кулисами? Ну, опять-таки, сейчас прорабатывается тема F-16, и уже сейчас и украинские СМИ об этом пишут, то есть при каких условиях все-таки окончательно F-16 будут поставлены, разумеется, от Украины в очередной раз, по крайней мере, официально будут требовать священной гарантии, не лупить по российской территории, потому что, увы, но сохраняется в силу того, что Россия ядерная держава, ее ядерный шантаж худо-бедно, но продолжает работать. То есть речь идет об такой вот абсурдной, знаете, постановке вопроса, когда Россия вполне может и доказывает на всему миру свое право ввести войну исключительно на украинской территории, ожидая, что Украина ни в коем случае не ответит ей паритетно. И, к сожалению, вот мы продолжаем, опять-таки, к сожалению для нас, знаете, украинцы уже привыкли к ночным, ежедневным обстрелам, авиацией, дронами, кинжалами, спросите любого украинца, боится ли он ядерной войны против Украины, знаете, но люди уже как-то привыкли и живут с этой угрозой и с этой опасностью. Но объяснить это другим странам, американцу, британцу, обычному очень сложно. Поэтому вот будут, разумеется, разрабатываться формулы, где допустимо применение В-16, где недопустимо. Также, разумеется, будет речь о других, другого рода санкциях, которые мы пока не видели, потому что не все, собственно, механизмы давления еще задействованы. Разумеется, речь идет и от этих вот 200 пресловутых миллиардов долларов, которые предложат Владимиру Путину, которые до сих пор остаются незамороженными. Тут, разумеется, и участие швейцарских банков. Швейцария продолжает играть такую, знаете, очень неоднозначную игру. И, разумеется, Рашидон может повлиять на этих игроков, но пока мы не видим этого в полной мере. Поэтому, разумеется, говорить есть о чем. Ну и тут нельзя скрывать, знаете, опасения украинской стороны, которая тоже, как украинец, украинский американец разделяю, это вот получить хотя бы какие-то словесные заверения в том, что американская поддержка продолжится и после 2024 года, потому что то, что мы видим, опять-таки, со стороны республиканцев, постоянные антиукраинские заявления, и в том числе Долла, Трампа, разумеется, делают весь этот информационный фон для нас достаточно тревожным. Тут я просто добавлю, что очень хорошая новость в этом контексте помощи, кроме того, что политику объявила, вы знаете, 320 миллионов долларов, которые Байден официально передаст Зеленскому уже на этой встрече. Но вот в результате ошибки бухгалтерского отчета оказалось, что Америка не дала нам, то есть у Америки появилось еще 3 миллиарда долларов, которые оказались, скажем так, лишними в результате этой бухгалтерской ошибки, посчитали немножко неправильно уже данные Украине, виды вооружения, так что в результате коррекции этой ошибки оказалось, что мы еще недополучили и получим оружие еще на 3 миллиарда долларов. Поэтому очень хорошая новость, друзья, всех вас, всех нас с этим поздравляю. Да, но... Затем, Питер, да я пи-пи-пи-пи, прости, пожалуйста. Мне кажется, что эта ошибка не такая же ошибка, а может быть, скорее, как намек, что гайки и дальше будут закручивать. Да, потому что лишняя ошибка, знаете, как в свое время рука Бога, да, у Марадоны, когда он забил, вот это вот такая, знаете, рука Бога нам поспособствовала. Лишние 3 миллиарда лишними не будут, так что все нормально. Питер, спасибо большое. Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы, был с нами на прямой связи.